всем привет ребят сегодня будет такой видосик поговорим немножко о будущем обновлении не знаю чем она будет радовать с одной стороны у нас появится два новых скина что неудивительно это будет скин на афину и также скин будет на варлока принципе скин на варлока уже давно мы ждали но честно говоря там вторым талантом у него вариант бог войны грубая сила бастион атакующие таланты там что-то ставить другое там смысла на него нету никакого единственный вариант там еще поставить ремку поставить воодушевление для дефа для теста ну как бы и все для афины конечно же варианты очень разнообразные воодушевление бог войны грубая сила бастион огненная защита то есть ожог вариантов очень много будет в принципе для нее это будет и думаю интересный скин сейчас я вам покажу как он выглядит а так в принципе не знаю ну ничего нового как обычно нам не добавляют интересного пока но это еще не все часом покажу скины так 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 где там ты скин вот так он будет выглядеть то есть это у нас идет афина не знаю какая-то там плазма пушка у нее теперь будет будет она просто рубить всех и такой будет по ходу арбитр я не знаю referee варлок пузатый дядька посмотрим что он будет иметь ничего пока неизвестно но в принципе я рад что добавят этот скин я в итоге смогу слить нафиг одного варлока потому что у меня их два как бы мне даже их два не надо но теперь будет возможность сделать одного и не париться относительно афин конечно у меня их хватает и возможно тоже буду кого-то солью прокачаю там еще одного не крыла потому что на него скина к сожалению пока нет так с этим мы закончили дальше что нас ожидает дальше нас ожидает или не ожидает ожидает вот такой вот новый скин заставочка ну не знаю в принципе пять лет то есть пять лет чему я не знаю я играю всего лишь там чуть чуть больше двух лет суть в принципе вроде так смотришь вот этот фон действительно как-то смотрится вписывается мне даже немножко нравится под битву замков что-то в нем есть то есть интересный посмотрим как он будет выглядеть живую будет ли он топовым в принципе они ничего не дают это чисто визуальная хрень дальше поехали дальше самое интересное сейчас будет сейчас вам загружу инфо покажу вам сразу же новый новые там ну не и там как и я забыл короче каких круче хрень одним словом так 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 немножко немножко уставший поэтому башка честно говоря не соображает как обычно после работы еще и после тренировки так 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 где-то там вот новый сейчас зайду ради интереса как вылетела просто из головы и все декорации от футы блин вот ну вылетела слова и просто не смог вспомнить тупой качок в общем хотя давно уже не качок вот такой вот вот такая вот новая декорация будет наверное скорее всего она будет к фону сделано то есть она вместе там будет красиво смотреться не знаю посмотрим будет ли анимация или не будет это пока неизвестно по поводу новой локации судьбы там говорят минотавр огнекрыл это я уже покажу вам когда точно выйдет это мы рассмотрим на китайке изначально потом уже на русском как обычному первый день треша не он полностью всех качаем будет куча обзора если конечно будет минотавр интересно будет на него посмотреть огнекрыл однозначно будет интересен потому что он час уже тащит а что дальше будет я даже боюсь представлять и у нас будет вот самое интересное наверное не знаю за нового героя будет он не будет честно говоря пофиг вот заебали эти уже герои их уже столько добавили добавляют нового нового все старые нахрен не нужны самое основное что меня интересует и что будет вас интересовать сейчас я скачаю вот недавно дали нам инфу я это делаю ребята я не подготавливаю скажем так обзоры поэтому она затянуто так многим там типа вот эти очень длинная делаю сразу на ходу поэтому у нас будет вот такая вот новая и не знаю будет написано что будет даже сейчас я вам даже дословно переведу что они тут пишут чтобы не быть пиздоболом так вот будет новая система скинов то есть у нас новая система скина будет с некоторыми изменениями какие именно изменения пока неизвестно как они будут и балла свой закрыл как она будет у нас проявляться изменяться что будет меняться я скорее всего думаю какие-то характеристики нашего скина рандом на это будет либо будет статически добавляться определенное количество там бонусов там увеличение процентуальное пока неизвестно но интересно что уже будет будет это опять же за донат заточенной либо это будет за какие-то там ресурсы определенные там какашки например либо что-то еще это мы уже узнаем думаю это будет очень интересно игроки сможет получать повышение повышение если они владеют скином но нет необходимости актове активировать скин то есть опять же если у вас нету скина получается так вы опять же сосете лапу потому что надо иметь скин если он у вас есть активирование активирован как-то непонятно то есть если у вас нету героя вы можете улучшать получается как-то так точно также вы можете активировать скин если у вас нету героя и вы его можете улучшить будет какая-то функция она будет улучшаться ну это мы уже посмотрим думаю скоро будет обновление но опять же ограничение если у вас нету скина вы нихрена сделать не можете скины у нас 99 процентов донат на и очень сложно собрать скину дают по мере там обновлений нам некоторые скины бесплатно но опять же донатные скорее всего это будет опять же за донат что опять же очень много игроков не порадует он и так уже после огнекрыла из того как они типа вау бесплатный герой берите осколки падают там три осколка стоит 100 походов то есть вы минимум там год убьете до донатные уже давным-давно все собрали то есть намного рад дисбаланс опять начался на некоторое время и так у нас от 1 до 1 у нас все больше 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 дисбаланса получается вводят 6 там например с этому многих просто 5 даже нету они уже 6 куют опять же плюшки за донат то есть камни улучшения за донат ну и так вот все по мере растет 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 в итоге дисбаланс между обычными игроками и донатами до донатными аккаунтами все больше 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 когда они остановятся это не ну я даже не знаю скорее всего когда просто игра полностью вся похерится когда они высосут все деньги и поймут что уже поздно может тогда они остановятся я не знаю меня честно говоря даже если я там тот донат до меня больше интересует интересная игра чем там зашел как допустим ему бы вместо китайки зайти на английский сервак и там чисто запас за неделю до допустим прокачать аккаунт на максималку сидели говорить вот все круто но там не интересно играть интересен сам вот геймплей когда ты можешь там донатные игроки не донатные когда тебя там на тех же самых фортах нагибают бездонатные а сейчас получается ты себе просто херачишь топовых героев ты всегда впереди обычные игроки только прокачали их таланты прокачали ресурсы потратили выходит обнова и все их не герой нахрен и надо ладно я могу себе там поменять что-то я каждый день там перероливаю таланты что-то новое качают сделаю обзоры как будет лучше так 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 а тут получается обычный игрок он только вкачал вышла обновить вышло обновление вы вышел новый талантом новый герой и полностью все что вы сделали нахрен никому не надо приходится перекачивать из этого многие как бы теряют интерес игре уходят из игры даже донатные игроки уходят просто ну нету смысла когда они остановятся ну не знаю локации старые они не улучшают кучу есть нюансов которые уже давным давно можно было бы улучшить не делать там кучу обновлений а не делать там новый героев нафиг они нужны сделайте нам красивый геймплей чтобы мы могли зайти там потестировать поиграться по воевать например с друзьями там что-то такое то есть внутри гильдийские какие-то соревнования это было бы думаю интересно то есть битва гильдии уже давным-давно надо переделать атака фортов уже давным-давно не интересно никому там заспамил то есть изначально но все было когда интересно но опять же они делают локации оставляют их сырыми и просто идут дальше 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 в итоге чтобы зафармить игру нам надо все больше времени надо там пару часов просидеть там бывает 5-6 часов уходит просто на игру на один аккаунт и никакого удовольствия ты уже от этого не получаешь ты заходишь просто лишь бы пофармить поэтому не знаю надеемся что они что-то изменят если не изменят конечно это все уже давным-давно печально и вы в принципе в курсе этого всего посмотрим что будет это одного даст ну предыдущая обнова вроде была бы крутой крутой там все вот все огнекрылые будут сыпаться и хрен там донатные игроки собрали обычным игрокам придется там года два-три просто тратить на это все чтобы его собрать пока выйдет новый точнее пока вы соберете их на крыло выйдет еще куча новых героев на которых опять же за донат там надо будет выпить а у вас ресурсов столько не будет поэтому как бы вот так вот все все печально ребята радоваться конечно можно тому что у нас все время обнова обнова но обнова у нас делает из игры честно говоря реально говно потому что игра интересная но и и не усовершенствует ее просто раздувают в итоге это все знаете как то так мыль на расходится расходится и ты теряешься просто в локациях теряешься во всем тебе просто пропадает интерес ко всему там донатный ты игрок не донатный игрок это неважно то есть если раньше было интересно играть как и донатом так и без донатом сейчас не интересно я думаю никому играть потому что ну просто от обновы до обновы ты охреневая что надо полностью перекачивать все менять аккаунт или просто тупо забиваешь ну вот такой вот был у нас было больно и не знаю видео обзор она следующую обнову посмотрим уже ближе к обнове я постараюсь вам как обычно записать все сначала там протестировать чтобы все понимали что как куда делать пишите комменты обязательно участвуйте в конкурсе на краса подписывайтесь ну и ждем ждем очередной обнову всем пока